Это снова я, дорогие зрители. Прохождение игры Готика продолжается. Я попал в старый лагерь, и сейчас буду его исследовать. Давайте поговорим со страшником. Как дела? Как дела? Ищешь неприятностей? Эээ... что-то... не понял. А чё это он такой... злобный? Кто здесь командует? Кто здесь командует? Торос следит за порядком. Он подчиняется Гамезу. Понятно. Вам нужны люди? Вам нужны люди? Ты недавно в колонии, да? Если ты ищешь лагерь, к которому хочешь присоединиться, поговори с сектантами. Они берут всех без разбора. В наш лагерь не принимают, кого попало. Конечно, если ты не хочешь пойти поработать в шахте. Я не имею отношения в шахте. Ну... Возможно... Ну, я не хочу в шахту. Я здесь недавно. Как обстоят дела? Я новенький. Да, я вижу. Каковы здешние порядки? Не создавай нам проблем, и тебя никто не тронет. Ну, это понятное дело. А что ты называешь проблемами? А что ты имеешь в виду, говоря о проблемах? Большинство рудокопов платит нам, а мы их защищаем. Если ты обидишь кого-то из них, будешь иметь дело с нами. А если я замечу тебя в чужой хижине, то... Хорошо, хорошо, я все понял. Короче, если он заметит меня в чужой хижине, то мне... Где я могу найти... Торуса? Где я могу найти Торуса? Днем он всегда стоит у ворот замка. Ага, вон и замок. Тогда идемте поговорим с ним. Он какой-то грим. Давайте поговорим с ним. Я новенький. Ты недавно здесь, верно? Я грим. Меня забросили сюда с прошлым караваном. Я больше не хочу снашать эту... И как здесь живется? И как здесь живется? Довольно сносно, если платишь стражникам за защиту. Может быть, это правда. Что нужно сделать, чтобы меня приняли в этот лагерь? Я хочу быть принятым в этот лагерь. Что мне нужно сделать? Сначала ты должен стать призраком. Для этого тебе стоит заручиться поддержкой одного из влиятельных людей. На твоем месте я бы обратился к Диего. Кстати, я так и сделал. Здесь его уважают. Каждому, кто к нему обратится, он дает какое-нибудь важное задание. У некоторых призраков тоже найдутся для тебя поручения. Если ты справишься, тебя примут в лагерь. Как испытывали тебя? В чем заключается твое испытание? Этого я не могу тебе сказать. О таких вещах здесь не говорят. Такое со мной больше не учат. Так, ну... Ага. Да, это и есть Торус. Давайте поговорим с ним. Похоже, ты не пропустишь в замок никого постороннего. Кажется, ты не пропускаешь в замок посторонних. Только люди Гамеза могут заходить в замок. Если я поделюсь рудой, ты позволишь мне войти в замок? А ты сможешь впустить меня в замок, если я поделюсь с тобой своим запасом руды? Своим запасом? Сколько? Ну, пересчет этой руды должен занять много времени. Мы с парнями должны считать достаточно долго, чтобы ты успел проскочить. Ну скажи, сколько именно? Думаю, тысяча кусков будет в самый раз. Тысяча кусков? Ни хрена себе! Можешь быть бесплатно, когда будешь одним из людей Гамеза. Не, у меня столько руды нету. Я лучше стану человеком Гамеза. Опа. Мне нужно попасть в замок, у меня есть письмо. Нет, не будем ему говорить. Помним слова Диего. Не стоит всем подряд об этом разбалтывать. Я хочу работать на Гамеза. Я хочу стать одним из людей Гамеза. Да что ты говоришь? И почему это ты думаешь, что можешь быть полезен Гамезу? Диего сказал, что решать это будешь ты. Диего сказал, что это от тебя зависит. Если Диего думает, что ты можешь быть полезен, почему он сам не занимается тобой? Послушай, Диего должен проверить. Испытать тебя. Если он решит, что ты подходишь, я пропущу тебя в замок, и ты сможешь встретиться с Гамезом. Отлично. А там уже все зависит только от тебя. Ясно? Я поговорю с Диего. Ну что ж, идем. О, а вот, кстати, он сам. Расскажи мне о старом лагере. Расскажи мне что-нибудь о старом лагере. Он самый крупный и мощный из трех лагерей. Гамез и его люди контролируют лагерь, а вместе с ним и обмен рудой. Раз в месяц король присылает нам все, что мы закажем. Старик у нас в руках. Ясно? Он присылает нам вино, хлеб, мясо, оружие. Все. Ты тоже можешь иметь свой кусок, если присоединишься к Гамезу. Ммм, интересно. А другие два лагеря? А что с двумя другими лагерями? Два другие лагеря отделились от нас, чтобы найти способ сбежать из колонии. Новый лагерь находится на западе. Тамошние маги думают, что смогут подорвать барьер, как только наберут для этого достаточно руды. Есть еще секта придурков на востоке. Их лагерь стоит посреди болот, а они сидят и умоляют своего идола освободить их. Он пока что не отвечает. На твоем месте я бы не стал тратить время на этих фанатиков. Они действительно, кстати, фанатики. Я с ними знаком. Ну, когда проходил. Вы сами потом увидите. Расскажи мне про барьер. Расскажи мне о барьере. Я мало что могу о нем рассказать. Мы знаем только, что он непроницаем. Что случится, если попробую выйти за барьер? Последний, кто попробовал, уже мертв. Этот чертов барьер легко впускает тебя внутрь, но обратного хода нет. Если есть хоть один способ выбраться, я его найду. Уже хочешь выбраться отсюда? Ты же только что попал сюда. Ну, логично. Я поговорил с Торусом. Я говорил с Торусом. И что он сказал? Он может принять меня в лагерь, если ты дашь на это свое согласие. Вижу, у меня появилась еще одна забота. Мы начнем прямо сейчас? Первым делом тебе нужно узнать несколько вещей. Что нужно знать для того, чтобы присоединиться к вашему лагерю? Что я должен знать, чтобы меня приняли в старый лагерь? Если хочешь вступить в лагерь, ты должен заработать авторитет. Во внешнем кольце есть несколько влиятельных парней. В основном призраки. Если окажешь им пару услуг, считай, полдела сделано. Потом ты должен будешь пройти тест на преданность. Кроме того, каждый новичок должен обучиться нескольким способностям. Чем больше ты умеешь, тем больше от тебя пользы для лагеря. Где искать этих влиятельных людей? Где найти этих влиятельных людей? Так, ну, один из них перед тобой. Потом еще Торус, с ним ты уже знаком. А остальные, их ты найдешь сам. Если ты даже на это не способен, то тебе тут нечего делать. Погуляй по внешнему кольцу, поболтай с людьми, и ты поймешь, кто есть кто. А кто может стать моим наставником? Кто здесь может научить меня чему-нибудь? Начни с Фингерса. Он самый опытный среди нас. И если у тебя есть голова на плечах, ты легко найдешь себе еще учителей. Где я найду Фингерса? Его хижину не сразу заметишь. Она прямо под стеной замка, по дороге отсюда к арене. У ворот замка поверни налево и спускайся вниз, в сторону арены. Что такое испытание веры? В какой тест я должен пройти? Ты отправишься в старую шахту. Там встретишь одного парня, его зовут Ян. Он даст тебе список. Эта бумага важна для нас. Там список припасов, которые нужны ребятам из шахты для нормальной работы. Они получат все это с ближайшей поставкой. Без проблем. Да нет, проблема все же есть. Новый лагерь ни в коем случае не должен получить этот список. Я уже сказал, что это важно. Если у тебя все получится, ты сделаешь большой шаг в своей карьере. Понятно. Где находится старая шахта? Где находится старая шахта? Подойди к Грэхэму. Он картограф. Скажи, что ты от меня. Он даст тебе карту, и по ней ты найдешь путь к шахте. Он живет слева от северных ворот. А если этот список настолько важен, почему Ян отдаст его мне? Как может Ян передать мне такую важную бумагу? Он же меня не знает. Не бойся. Даст, когда скажешь, что ты от Диего. Я ему так и скажу. Ну тогда хорошо. Ты можешь чему-нибудь научить меня? Ты можешь научить меня чему-нибудь? Да. Я могу научить тебя, как повысить силу и ловкость. Ну давайте. Сила плюс пять. И ловкость плюс пять. А еще у меня очки обучения есть? Я не могу. Нет, нету. Я не могу. Нету. Твои навыки стрельбы из лука и арбалета стали лучше. До встречи. Ну что ж, идем. Торус. Ну давайте для начала найдем этого самого Грехова. Только чтобы он дал мне карту. Давайте тут еще следуем. О, еще один. Чувак. Давайте с ним поговорим. Как идут дела? Как дела? Я ушел с шахты и теперь мне живется очень неплохо. Так что жаловаться не на что. Чем же ты зарабатываешь на жизнь? Я помогаю людям решать их проблемы. Если ты поссоришься с кем-то из влиятельных людей, я могу позаботиться о том, чтобы об этой ссоре быстро забыли. О, интересно. А ты можешь сказать мне, кто из призраков здесь самый главный? Ты можешь назвать меня самых влиятельных из призраков? Хочешь подружиться с нужными людьми? Да. Самый влиятельный из призраков – Диего. Он доверяет Фингерсу, Уистлеру и Слаю. Декстер и Фиск продают товары на рыночной площади. У них много покупателей среди страшников, поэтому они тоже могут повлиять на некоторых людей. Еще здесь есть Скатя. Он организует сражения на арене. В лагере многие должны ему руду. Так что я и его причисляю к влиятельным людям. Теперь понятно. То есть, если возникнут проблемы, ты сможешь помочь, но как? Значит, если у меня возникнут проблемы, я могу обратиться к тебе? Как? Ну, например, ты не угодишь Торусу. Придешь ко мне. Но знаешь, будет лучше, если ты с ним вообще не будешь ссориться. Хотя кто знает, что может случиться. Торус иногда бывает очень упрямый. Он никогда не разговаривает с теми, кто его хоть раз подвел. А это плохо. Он решает, что делать с новичками. Так вот, приходишь ко мне, а я говорю с теми людьми, ко мнению которых Торус прислушивается. Они замолвят ему за тебя словечко, и он больше на тебя не в обиде. Конечно, бесплатно никто из них ничего не сделает. Все это будешь оплачивать ты. Понятно. А я позабочусь о том, чтобы твоя руда попала в нужные руки. Ну, у меня никаких проблем нету. О, сковородка. Давайте наше мясо поджарим. Поджарить все мясо. Надо выждать время. Вокруг слишком много предательных. Давай подобраться. Больше не хочу слушать этого, но не только между нами. Другим не обязательно знать обожение. Не хотел бы я, чтобы за что осветили дело. Раим сейчас будем искать. Он сказал, что... Он сказал, что самые влиятельные из призраков Фингерс, Уистлер и Слай. Ну что ж, давайте. Так, также это торговцы Декстер и Фиск. И еще Пскатик, который присматривает за ареной. Ну что ж, надо звучить с поддержкой их всех. О, а вот тут страшник. Эй, ты! Ты хочешь поговорить? А, он у нас сейчас будет клячить руду. Постарайся не делать глупостей, хорошо? Большинство тех, кто сюда попадает, бандиты и убийцы, они думают, что им все позволено. Но мы стараемся пресечь свои воли. Гамес хочет, чтобы в лагере было спокойно. И мы следим за этим. Но эта работа не из легких. Вот поэтому я предлагаю тебе поделиться подружески рудой в награду за наши труды. Ты поможешь нам, мы поможем тебе, если у тебя возникнут проблемы. Почему бы и нет? Сколько ты хочешь получить? Почему бы и нет? Сколько руды тебе нужно? Не так много. Всего 10 кусков. У меня нет 10 кусков руды. Сейчас у меня нет 10 кусков. Ну, тогда я возьму у тебя те, что есть. Остальное отдашь в следующий раз. Ну-ка посмотрим. Ну, у тебя мало руды, но мне хватит и этого. Главное, ты согласился платить. Спасибо. Теперь я буду приглядывать за тобой, пока ты будешь в лагере. Понятно. А вот тут как раз сумасшедший сектант из лагеря братства. Курить свою травку. Кстати, она у них называется Полотник. Давайте поговорим. Я здесь Новик. А ты кто? Я идолтеран. Один из верных спящему. Я пришел из лагеря братства. Что такое братство спящего? Что такое братство спящего? Мы так называем братство последователей новой веры. Наш лагерь находится к востоку отсюда, среди болот. В старом лагере я несу людям слово спящего. Кто такой спящий? Кто такой спящий? Спящий. Спящий? Наш Спаситель. Он раскрыл себя в видениях нашему учителю Юбериону пять лет назад. С тех пор мы отвернулись от трех богов. Тебе тоже предстоит это сделать. Эти боги не смогли нам помочь. Они покинули нас. Допустили проведение этого нелепого эксперимента с барьером. Но спящий освободит нас отсюда. Расскажи мне об учении спящего. Что ты можешь рассказать мне о спящем? Спящий обладает огромной силой. Я думаю, что даже Иннос, бог света, не сравнится с ним. Его дух пребывает с нами. Но сам он не может явить нам всю свою мощь. Его сон продолжается тысячу лет. Но скоро, скоро наступит миг пробуждения. Он избрал нас, чтобы нести неверным его учение. Чтобы засвидетельствовать его пробуждение и рассказать об этом чуде. Знай же, что все, кто верует в спящего, сохранят свои души незапятнанными. А неверные будут стерты с лица земли. Но спящий милостью. И потому посылает доказательства своей силы всем, кто сомневается в нем. И что это за доказательства? Есть ли у тебя доказательства его силы? Свою волю он раскрывает нам в видениях. Те, кто хоть раз слышал его голос, больше никогда не сомневаются в его силе. На болотах мы собираем траву, которая помогает последователям приблизиться к тайне спящего и услышать его. Некоторым из нас выпадает честь сосерцать видение, которое он посылает. Именно эту траву они и курят. Как добраться до лагеря братства? Как я могу найти лагерь братства? Сейчас у меня много дел. Ты можешь обратиться к Идалу Парвизу, который тоже пришел в этот лагерь. Его можно найти недалеко от рынка по другую сторону замка. По-моему, у него там есть своя хижина. Ясно. Каким же он будет, этот путь к свободе? А как будет выглядеть путь к свободе? Мы готовим великую церемонию, в которой объединим все духовные силы и призовем спящего. Во время церемонии наш господин укажет нам путь к свободе. Я должен попасть в замок. Ты можешь помочь мне? Мне нужно попасть в замок. Ты можешь мне помочь? Боюсь, это невозможно. В замок могут попасть только те из нас, кто поставляет Гамезу болотник из нашего лагеря. Мы собираем его и часть продаем в других лагерях, а часть меняем на товары из внешнего мира. Если бы ты был одним из курьеров, работающих на Коргалома, тебя бы пропустили в замок. Для этого ты должен вступить в наше братство. А что тебе нужно в замке? А, понятно. То есть не обязательно принадлежать к старому лагерю, чтобы донести это письмо и попасть в замок. Понятно, но я лучше присоединюсь в старый лагерь. Я вот, что мне сказать, письмо или второе. Про письмо не будем болтать. Я должен встретиться там с одним человеком. Мне нужно поговорить там с одним человеком. Да? А почему бы тебя не подождать, пока он сам выйдет из замка? Ну ладно, давайте скажем. Это один из магов. Это один из магов. О! Маги никогда не выходят из замка. Тебе самому придется найти способ попасть к ним. Зачем же он тебе нужен? Неужели чтобы купить магические руны или зелья? Угадал. Верно, ты угадал. Я так и подумал. Что же еще нужно от магов такому человеку как ты? Мой тебе совет. Забудь об этих магах. Их товары тебе не по карману. В нашем лагере все эти руны и зелья стоят гораздо дешевле. Понятно. Ну, вообще-то, по-моему, не обязательно в их лагерь вступать. А он так и не знал вернее не узнал, что мы на самом деле тат магов хотим. Ладно, давайте поговорим с этим Грэхэмом. Он, по-моему, и есть картограф. Привет. Привет! Я здесь не дам. Меня зовут Грэхэм. Я рисую карты. Я тебя раньше не видел. Что тебе нужно? Короче, я вам, кстати, говорю, не покупайте у него вот эту вот карту. Диего сказал мне, что я могу взять у тебя карту, на которой обозначен путь к старой шахте. Никаких проблем. Только для тебя. 20 кусков руды. Я вам, кстати, сразу говорю, я вернусь. Еще увидимся. Говорю вам сразу, не покупайте эту карту. Гораздо экономнее будет купить целиком всю карту колонии. А уж вам я укажу, где находится путь к старой шахте. Так, я хочу купить карту. Я хочу купить карту. Конечно. Какая тебе нужна? Чем больше всего на ней изображено, тем дороже она стоит. Кстати, говорю вам, обзор старого лагеря не надо тоже покупать. Карта пути к старой шахте вот она. Тут она уже 30 кусков руды стоит. Но вообще-то можно не только за руду торговать вообще за все подряд. Обзор старого лагеря тоже не покупайте, потому что тут не показывает где ты тут находишься. Мне нужна карта колонии. Вот ее и покупайте. За нее я отдам жареное мясо. Во, даже лишнего. А почем тут у него вода. 53 Ну нет. Ладно. Раз у нас есть карта. Надо тут найти местечко где бы переночевать. Давайте потихонечку прократимся в чужую хирургую. попало. Так ты говоришь. Хотя прокраситься не получится. Я же еще не изучил умение. О, повезло. Спать до полудня. Кстати, этот стражник что тебе здесь надо прибежал сразу Торус. Кстати, этот чувак каждый день будет клянчить у нас руду, поэтому лучше обойдем его стороной. Ой, как бы мне подняться наверх. Ладно, идемте с этой стороны. Опа, а это кто тут у нас? Слай! Ой, это как раз один из влясиных призраков. Поговорим-ка с ним. Я тебя раньше не видел. Ты ведь новенький, не так ли? Я Слай. Предлагаю новеньким работу. Отлично. Ты можешь предложить мне работу? Какую? Пропал один из стражников Нек. Возможно он ушел в новый лагерь. Ты новенький здесь, не вызываешь подозрений? Походи по окрестностям, понаблюдай. А найдешь его, так я замолвлю словечко за тебя в лагере. Это нам и нужно. Я постараюсь найти его. Я попробую найти Нека. Расспроси о нем Флетчера. После исчезновения Нека он контролирует его район. Где я могу приходится. Рудокопы тут. Так, там сидит один чувак, который жалуется, что через его дом все проходят, поэтому не будем его тревожить. Так. С этим лучше не поговорить. Как дела? Как дела? Ты здесь недавно? Запомни сразу, со стражниками лучше не ссориться. Если они потребуют от тебя плату за защиту, лучше им заплатить, иначе половина лагеря будет настроена против тебя. Ну все. Спутно он мне больше ничего не скажет. А вот тут никого нет. Ой, зато тут еще один стражник, который тоже клянчит труду. А, встреч не бежать. Что тебе от меня нужно? Хочу предложить тебе свою помощь. Ты здесь новенький, а такие часто попадают в неприятности. Я смогу избавить тебя от некоторых из них за небольшое вознаграждение. Всего десять кусков руды, это же совсем немного. Извини, у меня сейчас вообще нету руды. А если Эй, не стоит наживать себе неприятности. Это можно сделать. Еще увидимся. Мы еще увидимся. Постарайся не ввязываться в неприятности. Будет руда, обязательно дадим. А сейчас у меня ее нет. Так, он там какой-то... О, поговорим с ним. Привет, я новенький. Можешь рассказать, как дела? Ах, и не спрашивай. Две недели я гнул спину в шахте, и что я получил? Несколько жалких кусков руды, на которые даже нормальную еду не купишь. Я разговаривал с идолом Парвезом внизу. Он рассказал мне кое-что интересное о лагере сектантов. Думаю, лучше уж присоединиться к ним, чем до конца жизни быть рабом Гамеза. Тебе здесь не я не уверен, что мне там действительно будет лучше. У меня был здесь друг, его звали Мелвин. Неделю назад он ушел в лагерь сектантов. Но с тех пор я ничего о нем не слышал. Если так и дальше будет продолжаться, я лучше останусь здесь. Так. Опа, новые рекруты для братства. Но мы ему потом поможем найти лучший лагерь для него. Лагерь сектантов. Или кто-то называет его болотным лагерем, кто-то лагерем сектантов, кто-то лагерем братства. Так вот, правильное название лагеря братства. О, Уистлер. Он тоже один из влиятельных призраков. Кстати, он что-то реально смахивает на того, кто вместе с буллетом на нас напал. По-моему, это он и есть. Ну, ладно, поговорим. Привет, я здесь новый. Что тебе от меня нужно? Я хочу стать одним из вас. Хочу присоединиться к этому лагерю. Ищешь того, кто смог бы тебя поддержать? Если ты хочешь, чтобы я порекомендовал тебя, Диего, ты должен будешь оказать не одну услугу. И что я должен сделать? Чем я могу тебе помочь? Мне нужен меч, который продает Фиск. Он торговец на рыночной площади. Это отличный палаш, украшенный резьбой и гравировкой. Только он мне его не продает. Я тебе дам сто кусков руды, а ты купишь его для меня. Только не говори ему, что ты пришел от меня. Ну хорошо. Ладно, давай свои сто кусков. Я куплю твой меч. Хорошо, давай сто кусков. Я достану тебе меч. Вот руда, как только достанешь меч, приходи ко мне. Кстати, говорю вам, не тратьте эту руду тут недалеко. Как раз вот рыночная площадь, а вот тот самый Фиск на лавочке. Эй, привет! Я Фиск. Я продаю здесь свои товары. Если тебе что-то понадобится, у меня ты точно сможешь это найти. Так, я хочу купить меч, но не простой с какими-нибудь украшениями. Мне нужен меч, но не такой, как у всех. Не обычный меч. У меня как который хотел его купить, больше за ним не придет. Он стоит 110 кусков. Хочешь посмотреть? 110? В другой раз. В другой раз. Так, давайте-ка скажем Уислеру, что не хватает руды. Фиск теперь хочет 110 кусков за свой меч. Фиск повысил цену. Меч стоит 110 кусков. И теперь ты хочешь, чтобы я добавил тебе еще 10 кусков. А я-то думал, что тебе этот меч действительно нужен. Вот, забери и поторопись. О, спасибо, теперь мы сможем купить ему меч. Так, так, лав спускаем, беру. Хорошо, я покупаю его. Договорились. Так, покажи мне, что у тебя есть. Покажи, что у тебя есть. Так, у него есть руда, у него есть всякие прикольные мечи. Наказание рудокопа тут самый мощный из его ведущихся. Он бы мне пригодился, только он дороговатый. Давайте ему руды пока купим. Меч Уистлера? Ух ты! Он прикольный. Ну давайте продадим ему всё, что нам не нужно. И мясо тоже продадим. В обмен на руду. Нам же руда нужна для страшников. Стоп, больно много взял. Ну всё. Отлично. Возвращаемся к Уистлеру и теперь один призрак уже за нас. Твой меч у меня. Я достал твой меч. Ну, ведь это было совсем не сложно, да? Ладно, как я и говорил, я помогу тебе. Если Диего спросит меня о тебе, я скажу, что тебе можно доверять. До встречи. Спасибо.